Скачивай обновлённое мобильное приложение Рутью и смотри любимые шоу, фильмы, сериалы и прямые эфиры телеканалов. Рутью. Смотри, создавай, загружай. Привет, мои хорошие. Мы в Африке, на континенте, где зародилась человеческая цивилизация. И мы, Ольга Бузова и Михаил Голустян, два её ярчайших представителя, специально вернулись к истокам. Здесь, в первозданной природе среди диких и опасных животных, мы проверим на прочность российских звёзд, которые прилетели сюда бизнес-классом и ещё долго будут вспоминать, что у них был выбор между курицей и рыбой. С этого дня они, как первобытное племя, будут бороться за еду, проходить сложнейшие испытания и учиться уживаться друг с другом. У нас уже всё готово, и мы начинаем абсолютно новое, самое жаркое реалити-шоу на телевидении – «Новые звёзды в Африке». Пришло время узнать имена отважных героев, которые бросили вызов самим себе. Лев! Почему-то мы одни тут, и мне это не нравится. Ты думал, у тебя красная дорожка здесь будет? Вот ты красная дорожка! Я актриса и телеведущая, также жена и мама троих детей. Я приехала на проект «Новые звёзды в Африке» за приключениями, за смехом, за весёлым настроением. Я авантюристка. Хеллоу! Привет, Африка! Здравствуйте, люди добрые! Позировать надо? Чё делать-то? Я экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов. Первая тяжёлая льсовая категория. Приехал на проект «Новые звёзды в Африке», естественно, для того, чтобы победить. И узнать самого себя ещё немножечко лучше. Ху! Читай. Итак. Уважаемые звёзды, предлагаем вам поднять бокалы за посвящение в участники шоу. И если кто-то в своём бокале обнаружит какую-то заливную гадость, то он должен это выпить и не подать виду. Пьём до дна на здоровье. Прекрасно. Я актриса театра и кино. Мне 54 года, и я пришла на этот проект для того, чтобы показать, что возраста не существует. Мне очень много страхов. Это высота, это глубина. Но, мне кажется, самый высший кайф – полюбить свои страхи. Ничего это. Думаю, сейчас мы возьмём эти бокалы, а там на дне там червяк какой-нибудь лежит. И я поэтому только раз по донышкам бокала сразу пробежала с глазами и понимаю, что ничего нет. Все бокалы одинаковые. Странно. На правах грузинам могу сказать? Да, давай. Высоко-высоко в горах в Южной Африке собрались звёзды. Несмотря на результат, я хочу, чтобы все ушли отсюда здоровыми. И пусть победит кто-то из нас. Я певец, актёр и бывший спортсмен. Но бывших спортсменов не бывает. Моё имя переводится как «победитель». Всё время хочется побеждать. Я приехал сюда за золотой медалью. Что, пить? Да-да, надо. Ну, не очень вкусно, кстати. Понимаю, что там какая-то гадость. Несмотря на то, что мои соседи с радостно пьют это, улыбаются им так вкусненько. Мне было отвратительно, но я старалась держать лицо. У меня говно. Хочешь понюхать? Ты серьёзно? Серьёзно. Ну-ка, давай. Фу! Офигенная Эвелина, ты вообще огонь. Спасибо. Ну, я же на красной дорожке, я же звезда. Когда я узнал, что это была Эвелина, значит, ей удалось. Она это сделала вот так, легко. Это уже о многом говорит, понимаете? Миш, ты только посмотри, кто идёт. Эвелина Блёденс, Наталья Медведева, Денис Лебедев и Торники Квитотиани. Привет всем! Ну, признавайтесь сразу, кому попался африканский коктейль? Тебе, Эвелина. Да. При том я сначала даже не поняла, все так выпили. Мне интересно узнать, что там было, потому что я почувствовала уксус. Ты готова это услышать? Да. Там была простая выжимка из гигантских высокогорных африканских личинок. Мне даже неприятно это говорить. Но когда бы я ещё на красной ковровой дорожке выпила коктейль из личинок? Поэтому я абсолютно счастлива, тем более белок зашёл. Если кто-то думает, что Эвелина девочка и может что-то не выпить, что-то не выполнить или слететь в задание, вы ошибаетесь, потому что Эвелина в хорошем смысле слова – это боевая машина. Я думаю, что она сделает всё, лишь бы не вылететь с этого проекта. Поздравляем вас с успешным посвящением. Да, Эвелина, тебе, конечно, досталась гадость, а вам троим повезло. Вы выпили по бокальчику лимонада, и вот вы полноправные участники шоу. Но всё ещё впереди. Это мы вам обещаем. Прямо сейчас я уже осматриваюсь. Ой, вот это я понимаю, подготовились. Чисто для звёзд. Я продюсер, предприниматель и блогер, и мама замечательных троих сыновей. Дети очень хотели, чтобы я приняла участие в шоу «Новые звёзды в Африке». И, естественно, его выиграла. Я не могу подвести своих детей. В Африку я приехала, чтобы испытать себя и свои страхи. Я боюсь высоты и боюсь очень всех насекомых. Никак не могу себя преодолеть. Вот это мне не очень уже нравится. Сейчас подвох какой-то будет. Алина и Мария. Главный закон соцсетей гласит. Не выложила, значит, не было. Сто процентов. Запишите минутное видео, почему вы решили принять участие в нашем шоу. А вашу руку в этот момент поддержат тысячи монах... Мохнатых лапок. Мы уже ставим вам лайки за смелость. Чего? Я надеюсь, что это не пауки. Я по профессии блогер. Если вы подумали, что это просто, то это не так. Я безумно боюсь всяких тараканов, всяких мошек, змей, темноты, замкнутых пространств. И то, что я здесь, это в первую очередь борьба с самой собой. А-а-а! Какой-то бородок! А-а-а! Нет! Ой, бога! А-а-а! Я-я-я не хочу! А-а-а! Али, богат, смотри, пожалуйста, уберите их оттуда! Я это видел в самом страшном сне. Это самая страшная моя фобия. Я не могла себя контролировать. У меня началась паника, агрессия, слезы, истерика. А-а-а! Я не могу это! Ой-ой-ой! А-а-а! Укусил, укусил! В моменте я оцепенела. Я просто вот так вот стою, я вся мокрая, я не знаю, как мне вообще собраться. Всем привет! Я приехала участвовать в шоу «Новые звезды в Африке». И сейчас в моих руках тысяча тараканов. Они полезли под юг. А двое меня уже укусили. Я решила не смотреть на свои руки. Чтобы просто прямо там, на этой красной ковровой дорожке, не упасть и не потерять сознание. Все, ты записала уже, я не могу. Все, спасибо. Итак, мои хорошие, я приехала на шоу «Звезды в Африке». Я не хочу смотреть даже на тебя. Посмотрите, как это ужасно. Кто тут ползает, я даже смотреть на это не хочу. Почему я здесь? Я знаю, что за меня болеют три моих сына. Ребят, я вас не подведу. Посмотрите, что я ради вас делаю. Он меня опять укусил. Зато у меня теперь есть видео на миллионы просмотров, как стоит Акилова в Африке с мадагаскарскими тараканами и снимает всем привет с самого офигенного шоу «Новые звезды в Африке». Ого, фифочки, ну, нарядились. Короче, я в первом деле обратила на наряды. Это же Мария Погребняк и Алина Акилова. «Девочки, офигеть!» «Привет!» Конечно, классные девчонки. Красивые, губастые, зубастые, волосастые. Девушки-блогеры. Вот их можно прямо вот поставить, и они все вот как-то все между собой похожи. Они как бы все у одного пластического хирурга, что ли, обслуживаются, не знаю. «Хеллоу!» «Здрасте, я актер. И я приехал на этот проект, чтобы узнать себя, чтобы посоревноваться с собой и открыть себя с какой-то новой стороны. Я свое главное испытание на этом проекте. Наверное, так. Уважаемый Игорь и Тимофей, вам надо пройти посвящение в участники шоу. Местные африканские жители мечтают с вами сфотографироваться, ну, конечно. Они хотят к вам на ручки и даже загнуть к вам рот. Не откажите им, сделайте несколько фотографий, не забывайте улыбаться, даже если вам неприятно. Ну, все понятно. Мы уходим. Я актер, и многие из вас знают меня по роли участкового в сериале «Реальные пацаны». Я такой же, как все. Я самый обычный человек. Я родился в Перми в 90-е годы. Пермь 90-е, Африка 2023. Никакого сравнения. Меня ничего не может напугать. Пауки, змеи, ребята, это все переживаемо. Змея, кстати, была приятная, но был еще паук или жук. Лапками шевелил, щекотал мне язык, щекотал мне внутри рта все, что можно было. Я думал, я не справлюсь. Я не буду выеживаться и говорить, что я такой суперсмелый. Мне было вообще все пофигу. Нет, было жутковато. И он еще шипел, как паровоз. Меня гораздо больше пугала штука, которая во рту была у Игоря. Пока, дружочек. А можно сначала жука достать? Спасибо. Я прям труханул. Я понимаю, что дальше все будет интереснее. Мы в Африке, ребята. Мы в Африке. Парни идут. Мужчины. Это Игорь Азнобихин и Тимофей Зайцев. Встретили спокойно, без овации, в общем. И уже чувствовалось напряжение. Все понимают, что сейчас будет какая-то борьба. Ну и давайте по-честному. Мы как бы не то, чтобы прям все близкие друзья и знакомые друг с другом. Поэтому, что радоваться. Привет, африканцы! Не понимают нас. По-русски не говорят, наверное. Я пишу музыку, играю в кино. Занимаюсь творчеством, одним словом. Я приехал на этот проект, чтобы переключиться. Немножко просто перезагрузиться. Я никогда не встречался ни с мадагаскарскими тараканами, ни с крокодилами. И поэтому не могу сказать, есть ли у меня фобии относительно обитателей местной флоры и фауны или нет. Вот мы и проверим. Виталий Иван, в вашей звездной жизни было много интервью. А интервью с набитым ртом вы дадите впервые? Отвечайте на вопросы громко и четко. Не молчите, как рыбы. Нам уже не терпится услышать ваши ответы. А рот мы друг другу набить должны или нам набьет рот? Иван Кузю включил. Я актер, стендап-комик, юморист и просто человек, не знаю, наверное, хороший. Юмор везде помогает. Даже бояться с юмором веселей. Я думаю, что шутя, легко, так, играючи я могу и выиграть. Вот это будет вообще неожиданно. Да ладно! Ну ты первый, да? Я еще раз не понял. Червяков надо в рот брать? А если нет такой возможности? Не, ну я, наверное, не смогу. Не, а что значит не смогу? Давай, сможешь. Ну я же не всесильный, я... Понимаешь, мы обгораем сейчас на солнце из-за тебя. Давай, вперед. Ну давай, из-за тебя, старичок. Виталий, вы получили огромную популярность благодаря роли студента Кузи в сериале «Универ». Вспомните, сколько сезонов и сколько серий было в этом сериале. Чем ваш персонаж похож на вас? Не помню, сколько сезонов. И вам виднее, чем этот персонаж похож на меня. Честно говоря, ну приятного мало. Я бы, в принципе, никому бы не рекомендовал дома с утра или перед сном выпивать стакан червей. Я вообще хотел бы увидеть человека, который бы сделал это с вожделением. То есть дайте-ка мне червей с утра. Фреш из червей. И еще и запарыши мне смузи. Да не парься, слушай, серьезно тебе говорю. Даже вообще ничего этого. Как арахис жареный. Не говори со мной. Хорошо. Пахнет. Иван, если бы вы могли есть только одно блюдо до конца жизни, то что бы это было? Фиг! Здесь выражение «червяки во рту» вообще редко я такое говорю. Но нас не стошнило. Это же Иван Пышненко и Виталий Гагунский. Привет, ребята. Когда я увидел этих больших ребят, я сразу как-то напрягся. Потому что получается, что надо будет побороться сильно. Потому что сразу видно, соперники сильные. Я поздравляю вас. Вы все прошли посвящение и стали полноправными участниками самого жаркого шоу на телевидении «Новые звезды в Африке». Новые звезды – новые правила. В наших испытаниях вы будете зарабатывать монеты. Максимальное количество монет, которые вы сможете заработать в одном испытании – 100. Это всегда 10 порций еды. Также вы можете потратить монеты в специальном киоске на другие необходимые вещи. Как распорядиться общим бюджетом, будут решать только те участники, которые проходили испытания. Остальные могут советовать, но финальное решение всегда только за участниками испытания. Хотим вас сразу предупредить, что сейчас в лагере еды нет. Я даже больше скажу. Там вообще ничего нет. Мы офигели. Типа, что? Как? А как нам завтракать? А что нам кушать? Я не представляю, как мужики это переживут. Но я уж точно хуже это переживу. Миш, мне кажется, мы наших звезд немного запугали. Да, согласен. Оль, скажи им что-нибудь приятное. Сегодня в качестве приветственного подарка вы получите ужин просто так. Первый ужин за мой счет. Угощаю всех. Но этот ужин только сегодня. И в качестве исключения. Дальше вы будете получать еду только за монеты. Мне даже это больше нравится не то, как дома принес деньги, и жена распоряжается. Тут по-справедливому. Да здравствуй, звезды в Африке! Да здравствуют новые звезды в Африке! Переодевайтесь. Скорее вас ждет первое испытание. Все испытания, какие-то тренирования. То есть это самое интересное в проекте. Я беспокоилась в первую очередь, какая жесть может ожидать. Вот теперь вы выглядите как настоящая команда. Ну что, вы готовы? Да! Так, воль, подожди. Я вижу, что у наших участников глаз как-то не блестит. Ну вот в воздухе прям чувствуется отсутствие мотивации, я не знаю. Миш, это потому, что мы еще с тобой не сказали о том, что победитель шоу «Новые звезды в Африке» получит лично в руки кругленькую сумму. Вау, ипотеку закрою! А это уже меня дело. Так, подождите, о какой сумме идет речь? Просто 100 рублей – это тоже кругленькая сумма. Победитель получит 5 миллионов рублей. 5 миллионов рублей – это мотивация. Половину денег можно отдать, но благотворительность себе оставить, деткам, родителям. Мне кажется, даже еще и останутся деньги. Все замотивированы? Да. Готовы начинать? Да! Чтобы заработать свои первые монеты, новым звездам в Африке нужно пройти сложнейшую полосу препятствий за 5 минут. Для начала участникам нужно решить, кто из них более сильный, а кто более ловкий. 7 человек толкают огромный мяч, а трое находятся на верхней платформе, с которой им нужно переместиться на соседнюю и забросить кольца на штыри. Когда все кольца заброшены, участники смогут открыть мост, по которому мяч удастся докатить до финальной точки. Кто будет толкать валун, а кто полезет на платформу, решать вам. Я толкать. Да, я тоже буду толкать. Так, короче, девочки толкают мальчики на платформу. Девочки! Я понимаю, вы очень инициативный. Друг валун там тонну весит. С координацией у кого хорошо? Давай спортсмены на шар, на валун. А вы будете толкать? Ну да. Я могу на шар. Ребята, подождите, нам нужен один сильный мужик, остальное там уже не важно. Кто баскетболист, кто целится, кто накидывает классно? Виталь. Не получалось договориться из-за того, что все точно знают, как надо, или все не знают, как надо, и начинают размышлять. В общем, просто паника, это логично для первого испытания большого коллектива. Кто принимает решение, кто нам озвучит решение прямо сейчас? Давайте я озвучу. Торники, Виталий и Наташа. Там. Наверху, все. Все, вот, да. Наконец-то. Я бы по-другому, конечно, расставил команды. Валун мне казалось тяжелый, но я бы все-таки хотя бы одного мужчину поставил еще вниз. Начали! Начали, начали, ребята! Стоп, стоп, стоп! Ребята, боковые, подкручивайте! Семь человек на один валун. Это, конечно, тяжело. Начали толкать, и начался хаос вообще. Потому что у нас есть девочки, у нас есть Тимофей Зайцев, который постоянно почему-то был под ногами. Постоянно. Направо! Стоп! Денис! Сюда, сюда, давай! Откуда? Стоять! Я думал, что будет легко. Это была моя ошибка. Я расслабился. Вижу, что шар идет не под правильной, не нужной траекторией. Я понимал, что если его просто толкнуть, ты просто отлетишь от этого шара, как мячик. Денис, стань перед шаром! Ребят, кто-то влите! Вперед! Денис, красавчик. Единственный, кто додумывается обижать все это, один все это останавливает. И еще всех тех шестерых, которые толкают. Машина Денис Лебедев. Стоять! Левей, левей! Денис, стащи! Стоп, 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 стоп! Вот сейчас будет интересно. Они должны наверх этот валун закатить. Погнали, погнали! Денис, вперед! Сзади, стань, сзади встань, Алина, сзади встань, толкай, как Алина! Девчонки, давай! Денис, помоги девчонкам! Давай, 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 давай! По голове мне кто-то ударил, я вся в стрессе. Я думала, ничего себе! Вот это я попала на звезды в Африке. Сейчас покатиться! Песня, слушайте нашу команду! Стань, отпустите! Стой, 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 стой! Наташа, не отпускай веревку! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Мне не было страшно, я прям планировала пробежаться по этому мячу не балансировать. Медленнее, быстрее, быстрее, быстрее! Назад! Едем, стоп, еще! Молодец! Именно так Пикассо пришла идея написать картину. «Девочка на шаре!» Давай, поехали! Поехали! Стой! Виталька, держись! Пробежать по валуну, удержавшись за веревку, оказалось непросто. Это было так же опасно, как и оказаться там, например, под валуном. Стой! Давай, давай, пошел, 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 пошел! Давай, пошел! Да, пошел, 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 пошел! Давай, давай, прыгай! Да что, у меня слов даже нету! Вот продолжение картины, мальчик на шаре! Смотри, как он перехватски перебегает, держится! Стоп, стоп! Стоп! Опа, опа, опа! Трудно было, но грех жаловаться. Хочешь побеждать, трудись. Стоп, держи! Стоит, орбан! Все, все, давай! Держись! Еще! Держись! Зашел! Итак, все три участника на платформе. Теперь следующая задача. Вы должны докинуть кольца, чтобы открыть ворота. А-а-а! Ой, почти! Почти, почти! Наташа Медведева почти попала кольцом на штырь. Нет. А-а! Давайте, ребят! Самое было обидное, что мы так стараемся толкать этот шар, и они не попадают, они бросают, бросают, они не могут попасть. Но обидно. С чем мы там, зря рожали, что ли? Давайте, ребята, вы должны кольцами попасть на штыри, чтобы дернуть за них, и чтобы ворота открылись. Оставайтесь успокоиться и собраться. Когда начали кидать кольца, я понял, что мы все, мы встали, мы в тупике, мы затормозили. О-о-о! Есть! Одно кольцо есть! Торники, давай! Торники взял кольцо у Наташи в расчете на то, что у него получится быстрее, чем у нее. Спокойно, спокойно! Виталик как будто карпа достает из пруда. Виталик, пробуй! Виталик, не бросай! Виталик, давай! Мы же спрашивали, кто хорошо кидает в кольцо, в мяч. И Виталик сказал, что все, он окей, он готов. Но оказалось, что он просто слишком хорошего мнения, что ли, о себе. Торники, как ты думаешь, если получилось один раз, второй раз может получиться? Да, конечно. Надо доказать, что не случайно. Все, мы понимаем, что уже есть шанс. Опа! Раз! Как он, как акробат, он как фокусник. Осталось забросить последнее кольцо, и ворота откроются. Мы уже стояли на готове, потому что, ну, каждая секундочка же дорогая. Не мешай! Давай, давай! Потяните, потяните! Попробуйте потянуть! Давай, давай, давай! Виталик! Открылись ворота! Давайте! Работать! 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 Скорее, шанс! Скорее! И тут начинается самая жесть. Все скользит, мы же в грязи. Заталкивать было сложно, и это у меня был второй момент, когда я подумал, что все, мы приехали, мы не успеем никуда. Кто-то должен командовать. Вставай! Раз, швачки! Такой адреналин пер в процессе вот этого, и очень хотелось, чтобы мы это сделали. Не урон! Ну, посмотри, что они творят! Мы проделали такой путь, усталость, стресс в голове только успели, не успели, успели, не успели. Ребята, у вас получилось докатить валун до финиша. Вы справились с испытанием, но получилось ли у вас уложиться в пять минут? Ваше время? Ваше время не пять минут. Ваше время? Четыре минуты пятьдесят восемь! То, что четыре пятьдесят восемь, и вот это как раз истерика. Потому что, представляешь, две секунды, и все. Мы были рады победить, и вот это ощущение того, что мы команда, оно появилось там. Потому что каждый отдал все, что мог. И вы зарабатываете сто монет! Через три секунды вы могли не заработать ничего, но вы уложились. Четыре минуты пятьдесят восемь секунд. Я заметил, что в вашем коллективе наметились лидеры. Я тоже. Торники, ты забросил все три кольца, и то, что ворота открылись, во многом твоя заслуга. Молодец. Пожалуйста, подойди ко мне и забери ваш выигрыш. Все прям могу брать? Нет, не все, только. А, тогда, ну что это? Только монеты. Олю брать нельзя. Держи. Это твое. Вы заработали сегодня сто монет. Поздравляем! Спасибо. Ребята, на самом деле впереди еще очень много сложных испытаний. Но самое сложное из них – голосование. Увидимся на церемонии. До вечера. Вы готовы? Вы готовы? Музыкальный суд. Поет? Не поет. Мне кажется, они оба не поют. В котором Азамат Мусагалиев… Проигравшая команда несет меня домой. …и звездные присяжные… Что, ругаться будем? Один раз просто обнял. Да руками следить. …выносят приговор фальшивым нотам. Где еще не мы… Умоляю его! В новом сезоне шоу «Музыкальная интуиция». 25 марта в 9 вечера. Я помню, ты целовал ноги поющим. Я сегодня продолжу эту традицию. На ТНТ. Умоляю его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Мы в Африке! Очень круто! Очень! Какое все прекрасное! Ой, как здесь кайфово! Это какое-то нереальное энергетически заряженное пространство. Здесь можно получить какое-то невероятное эстетическое удовольствие просто от пребывания в этом лагере. А еды, правда, нету никакой. Кроме воды ничего нету. Ни чая, ни кофе. Это Галустян не шутил? Да, еды нету. У нас даже вилок нет. Это подстава. Я немножко, конечно, была в шоке. Я была уверена в том, что хоть какие-то крупы будут, но даже если не будет круп, уж посуда будет в нашем лагере. Не было ни того, ни другого. Девочки, пойдемте смотреть кроватки. А-а-а! Мы приходим. Так и мы купили новую люстру. На самом деле, я очень рада, что появились монеты. Теперь мы сами решаем, что кому нужно. Кастрюля 90. А-а, тут даже, типа, какой-то инструмент за деньги, да? Все за деньги вообще. Кружка где-то. В общем, что мы можем себе позволить? Кастрюлю? Коробку с сюрпризом. Вот можно психануть три раза. Что тебе поводится? А вдруг кастрюля? А у нас 100 монет, да? У нас 100 монет. Мы можем купить кастрюлю, предположим. Чайник уже нет. И прибора на двух человек. Все, то есть нам все равно придется копить в любом случае. Кредит можно оформить? Как это спросить по-английски? О, кредит. Ипотека. Если бы у меня было право единоличным распоряжением деньгами, я бы, конечно, настаивал на кастрюле. Хотя она самая дорогая, на 90 монет. Но я думал, что все-таки надо уже думать про завтра. Кастрюля нам нужна. Смотри, как вариант, чтобы сварить бобы утром. Мы можем купить чайник, а не кастрюлю. И сварить в чайнике, потому что он дешевле. Два столовых прибора взять на человека. И просто мыть и кушать. Мне лично все равно, что нет приборов, потому что я с собой их привез. Захотел – поел. Главное – еда. Номер один – это бобы. Короче, бобы нам нужны по-любому, ребята. У нас не хватает на бобы, если у нас будет кастрюля. Просто на чем готовить? Надо сейчас принять решение. На чем готовить? Возможно ли, знаете, залить в чайник, чтобы он не бульбулькал, а вот, например, скипятилась вода, и туда закинул бобы, накрыл, и пусть она там как тушуется или как-то томится. Да, так сделаем, да. Значит, два килограмма бобов – 30, чайник – 30, 30 плюс 30. Так у меня просто 60, точно. Килограмм бобов – это очень мало, ребята. Килограмм бобов – это очень мало. Ну, два килограмма – два. Нет, давайте тридцать. Ребят, давайте еще хлебцы купим, а? Да ну, поделим. Хлебцы вкусно, бобы мерзко. Давайте хлебцы возьмем. Я тоже взяла бы хлебцы. У нас 10 человек. 10 человек и 100 монет. Как мы тут распределим? Кто-то хочет есть, кто-то думает уже, что будет готовить завтра, кто-то вообще ничего не хочет. Понятно, что все эти интересы сталкиваются, и сложно найти какой-то консенсус, прийти к общему мнению. Хеллоу. Чайник. Чайник бобы. Ван кило. Сначала бобы возьми. Давай бобы сначала возьмем. Бобы чайник, хлебцы они как хлебцы, поверь, бобы и чайник. Нет, давай посмотрим одни хлебцы. Я хочу хлебцы. Давайте двое хлебцов возьмем, у нас реально много людей. Пацаны, можно мы две коробки хлебцов возьмем? Блин, две пачки хлебцов 30, за 30 можно купить. Ну да. Что можно купить? Еще один чайник, да. Два чайника нам нужнее, чем в пустыне. Два килограмма бобов на будущее, на будущее, ребят. На будущее, конечно, на будущее. Чайник можно добро собрать, да, потом? А вы уверены в хлебцах вообще? Это пустышка. Да, это пустышка вашей хлебцы. Хлебцы это, ну, пыль. Раз и нету этих хлебцов, не сработает, что мы водичкой залили, они разбухли и мы весь день на этом двигаемся. Мы хотим хлебцы. Ну одну пачку-то можно? Конечно, конечно. Да, конечно, берите. Гуляем. Берите две пачки и одну мороженку. Давай без хлебцов, правда. Да, нет, мы хлебца не будем брать, не будем. Мы им здраво приняли решение, что хорошо, хлебцы мы отбрасываем, действительно, кому они нужны, ими не наешься. Мы подумали о наших мужчинах. Чайник, это 30 монет, и берем 3 килограмма бобов. Это 45 монет. Это 45, это всего 75 монет. Все. А остается у нас 25 монет. Да, и шикарно, кстати, шикарно. Нам вообще несложно договориться. Ну и Велина иногда покрикивает там, тратит на эмоции, может быть, да, какое-то лишнее время. Ну, как бы нормально. Это очень круто. Так, надо замочить. Это что такое? Сюрприз-бокс. Коробка с сюрпризом. А где деньги? Нет уже денег. О-о-о, яйца! Яйца? Я расстроился, что мы не взяли, конечно, коробку сюрприз. Там были яйца, куриные яйца, без которых я вообще не могу начинать день. Яичница, омлет, все что угодно. Мы бы просто положили в чайник, сварили яйца, и все. Одно яйцо, а там и желток, и белок. Все, что нужно вообще. Господи, ну что мы? У нас что, яйца нет, что ли? Коробка с сюрпризом, это... Мне понятно, почему команда решила ее не брать. Нам на сегодня, мне кажется, уже хватило сюрпризов, и мы решили, как бы, без сюрприза. Мы ради вас взяли три белокуса. Мы сказали, ради нас возьмите хлебцы. Нет, мы не взяли. Ну, ребят, зачем вы все не хотите хлебцы, мы не будем настаивать. Будем жрать ваши сраные бобы. Вот эта женщина. Можно? А, тогда не надо. Я замочить думаю, что надо в холодную воду просто залить и поставить в чайник, высыпаем бобы. А нам больше не во что заливать, все равно только в чайник. Мне просто лобио можете приготовить? Конечно, давай кинзу, красавчик. Скажу честно, что мы будем делать с бобами, я вообще не знаю. Я знаю, что из бобов грузинское лобио можно сделать, но тут просто типа бобы сварить, в чайнике и съесть, ну, наверное, белок вкусно будет или хотя бы полезно. Ну, короче, клевая покупка, как есть, как есть. В итоге получилось, я считаю, не очень хорошо, потому что чайник, бобы, и все, и остальные мы монеты отложили. Непонятно, как использовать. Михаил Галустян сказал, что он оплачивает нам ужин. Сегодня мы можем еще насладиться и едой, и приятной компанией. Ребят, картошка фри! Мясо, стейки, салат! Мясо, какие стейки, офигеть! Мясо много? На каждого стейк. Стейк? Стейк, мясо. Я просто дикий фанат мяса. Я просто могу его есть, есть. Так, держи тарелочку. Просто, а? Галустян и Бузова, спасибо вам большое. Вкусно. Еда. Конечно, когда ты понимаешь, что у тебя впереди неизвестно, когда ты поешь, ты поешь лишнего, обязательно. Но я все равно не смогу доесть. Кто хочет съесть, съешьте. Ты что, Наташ? Как можно оставить такое мясо? Завернем себе, спрячем, потом сожрем. Офигеть, вот так оставить мясо, возьми кусочек, ну, мужикам отдашься. Ну, реально все проголодают. Ну, ты же можешь сама взять все мясо. Ну, я не могу, у меня руки две. Ну. Эвелина. Вот она просто пришла, как будто играть роль главной мамочки какой-то. Ну, блин. Ну, она не главная мамочка. Мы еще не успели себя как-то проявить. Ребят, это торт? Это торты. Ребят, а их очень много, вас это не смущает? Каждому по торту? Наверное, с червяками. Да нет, конечно, какой червяк? Это же сегодня праздничный день. Что-то здесь не так. Ну, не могут нам просто так дать 10 тортов на каждого. Я думала, будет какой-то прям трэш. Дорогие звезды, мы хотим, чтобы вы в первый день в лагере не упали перед зрителями в грязь лицом. Поэтому перед вами торты. Вам нужно убрать 173 грамма, упав в него лицом. Есть запрещено. Чей результат окажется ближе к 173 граммам, получит иммунитет на голосование удачи. Мне кажется, важно в принципе получить иммунитет. Это как бы такое, знаете, хорошее начало. Что ты понимаешь, что это возможно. Я вообще всегда хочу получать иммунитет. А почему нет? Думаю, лбом возьму немного торта. Возьму подбородком, возьму вот так с щеками. Танки грязи не боятся. Ани, ну давай! Я думаю, что 173 грамма – это, наверное, только верхушка крема. Мне кажется, я была очень близка. Я бывший спортсмен, и мне очень часто приходилось входить в весовую категорию. Я ел по граммам, взвешивал, вычитал, прибавлял. Я знаю, сколько весит именно кусочек торта. Я просто сниму с верхней слоя. Да вы гурман, батенька. 173 грамма нет. Наверное, это крем легкий. Пусть будет вот так. У меня в голове пироженно-кремово-ванильно-сахарные подсчеты велись. И я... Я просто ткнула, как обратной стороной ножа. Тын! Поняла, что идеально отвалился кусочек. Кайф. Вообще. Я ради этого приехал сюда. Когда еще в жизни? Я же не смогу так сделать. Просто, чтобы нырять в торт – это же растрата. Блин, у Маши какая-то система там четкая. Смотри. У нее просто встроенные весы. Я смахиваю крем и пытаюсь понять, сколько же он весит. Мне показалось, что он достаточно плотный. Я так переживала, я думаю, а может уже много, а может еще мало. И на самом деле мне казалось, что я, в принципе, где-то плюс-минус угадал. Я верила, что у меня будет иммунитет. Я приехала сюда побеждать. Мой план – это создать коалицию. Чтобы мы объединились, как маленькая группировочка. Один ты в поле не воин. Тебе нужны единомышленники. Ребят, слышите? Пойдите сюда. Ау. Сейчас самая крутая будет техника, если мы сделаем коалицию и группировку. Все, мы тогда обезопасим себя. И все новые, которые будут приходить и уходить, мы оставимся до Пталова. До последнего. Надо подумать. Но есть одно условие нашей коалиции. Мы будем делать друг другу массаж. Файл. Интрижка пошла. Вот. Пошла, как говорится, горячая вода в хату. Маша сильный игрок. Но у каждого своя стратегия. Здесь все-таки идет речь о том, что все приехали побеждать. Эвелина как-то пока говорит, она попозже определится. Она не пошла на диалог. Не пошла, потому что она уже договорилась. Да? Она с кем договорилась? Да я откуда же. С кем-то договорилась уже. Мне не нравится Эвелина. Мне нужно взять Дениса. Сто процентов. Если не считать Алину, то первый участник из мужчин, которому я готова была доверять сто процентов, это был Денис. Он мужественный, сильный. Я думаю, да, вот такой парень должен быть в нашей коалиции, чтобы выиграть. Ты не думал, за кого будешь голосовать? У меня есть один. Скажи, кто, чтобы мы объединились. Игорь. А, отлично, мы с Машей тоже против него. Да? Все, у нас трое тогда. Забились. Начинай-то. А ты как хотел? Ты хочешь поиграть? Или ты хочешь что? Ну да, конечно. Мальчиков легче как-то перетащить на свою сторону. Можно просто подойти, так улыбнуться дурочкой, зайчиком, прикинуться. Они не такие хитрые, не такие коварные, как женщины. К ним пришла так, типа, привет, я Алина, я хорошая, типа, давай дружить. Знай. М? Знай, да? Я буду хрен знать, что делать. Не одевался. Да у нас уже все голосуют против него, нам нужно кто-то еще. Предлагаете коалицию? Это что-то говорю. Предлагаете коалицию? Слушай, ну хорошо, будет приходить новичка. Подожди, вы все голосуете за него, я понял. А кто против других? Вот именно, нам нужен еще кто-то один. Ты чего? А то мы все делали против него, один против тебя, и иди потом. Ага. Скажу честно, я хотел проголосовать против Игоря, потом Алина подходит, говорит, мы против Игоря голосуем. Потом я подумал, будет как-то обидно одному человеку, если все против него. Меня хотят заманить в другую команду. Меня тоже хотят, я ничего, никуда не иду. Ко мне подошли и сказали, мы голосуем против него, ты с нами. Это неправильно. Ну, мне самое главное, чтобы против меня не проголосовали, тебе главное, чтобы против тебя. Это правила игры. Надо проголосовать против тех, кто собирается одного мочить. Давай. Конечно, тут во мне что-то так забурлило. Ну, потому что одного всем забивать, ну, как бы это несправедливо. Думаю, ах, ты, значит, хочешь, чтобы все против одного. Значит, я буду против тебя. И вот ты-то с ним тогда пойдешь на бой. Вы, извините, интриги, да? Честно говоря, я сейчас в растерянности, потому что мочить сейчас просто тупо всем одного человека. Но это какая-то х**. Если она хочет мочить, пусть идет и соревнуется. А что значит, дожди, успокойся, что значит, подошла Маша, хочет создать коалицию. Сейчас подошел Тор и говорит, что его уже зовут, они послевают Игоря. Может быть, пускай Маша идет тогда и соревнуется с Игорем. Но ты хочешь быть царицей, ты хочешь быть вождем племени, иди докажи, что ты это можешь сделать. Нет, все правильно, все правильно, все правильно. Поведение Эвелины на пляже для меня вообще показалось странным. Оно, как это, раздухарилось прям. И поэтому из-за этого перебора эмоций я подумала, что это прикол. В принципе, все ходили друг с другом, разговаривали, и это нормально. Это такие правила шоу. Ты с нами? Я пока не знаю, я потому что получается, ты же тоже получается калиция. Я не собираю. Мне сейчас только Тор сказал это. Я с вами делюсь, вы пришли мыться. Я с вами делюсь, я вам бы ничего не сказала. Я бы для себя приняла решение, и все. Потому что я всегда... Не, любая информация обогонит. Конечно, потому что я вообще, как это, слушайте, какие-то коалиции, я гуляю, хожу. Я в этот момент понял, куда я попал вообще. Я просто у кого-то спрашиваю, у кого-то что-то узнаю, А там уже все давно решают. Там уже все, уже сговоры какие-то. И я в шоке. Просто я в шоке. Я к вам. Пошли. Круто. Садись. Ну что, надо сейчас решать голосами. Я услышала, шушуканье, что Эвелина начала передавать всем, что я устраиваю заговор. Естественно, я понимала, что в первый день на проекте устраивать интриги, это, наверное, не совсем правильно. Но также я понимала, что мы можем покинуть шоу. А мы пришли сюда побеждать. Поэтому ничего другого не оставалось, как именно устроить заговор. Вообще здесь нужно создавать свою коалицию. Нет, ты понимаешь, что она уже создается сейчас, да? И я просто не уверен, что они там не создают кто-то еще коалицию. Я бы еще подтянул к нам Пышненко. Давай, ты поговоришь. Тем более, мне кажется, он пока нет. Тоже переживает, за кого, как, неудобно, за кого голосовать. Мне кажется, можно еще и дернуть. Я вообще не против. На данный момент для меня Маша идеальный союзник. Маша сразу включилась. Сразу начала создавать какую-то свою мини-группу. Собирать какие-то голоса. Я понимаю, что это единственное правильное поведение. По-другому не может быть. Есть разговор. Есть разговор, давай. Предлагаю тебе такую, короче, компанию. Я, ты, Тимофей. И еще с нами Маша погребник. И Алина. И Алина. У меня немножко другая информация. Давай, ну-ка. И Алина сказала, что Маша какую-то собрала коалицию и хочет голосовать против тебя. Причем меня? Да. Нет. Ну, может быть. Конечно, интересная информация. Что делать? Ну, если бы эта информация не от Алины прилетела, то я бы прям, наверное, задумался. А тут как бы... А, то есть ты думаешь, она обманула? Я не уверен, но почему нет? И я очень волновался перед церемонией. Ну, потому что я наслушался этих всяческих слухов. И был готов к тому, что против меня будут голосовать. И будем надеяться все-таки на лучшее. Игорь хороший парень. Но вообще мы больше за него не будем против, да, голоса? Ну, я надеюсь, что Игорь выиграет. Он нам нужно, он предан. Я надеюсь, что Игорь выиграет. У нас просто уже нет времени все переворачивать, поняла? Ну, уже изначально так случилось. Игорь? Мне понравился. Я думаю, а парень-то хороший. Он сильный игрок. Такой нам нужен. Первое мнение о человеке, оно может быть ошибочным. Самое главное, его вовремя поменять, чтобы ему не навредить. Самая честная песня о женской дружбе. Моя подруга-крокодила. Перед нами тикток-хит, который появился в другом десятилетии. Трек без комплексов в стиле Ольги Пузовой. То, что в ноты не попадаете, это ничего страшного. И клип, который мог видеть Криштиану Роналду. Ай-яй, она мне. Реал Мадрид сделали видео с вот этой песней. Это правда? Да, да, да. Уже в эту субботу в финальном выпуске шоу все эти композиции найдут свою новую музыкальную жизнь. «Конфетка» в 9 вечера на ТМТ. КРИКИ! КРИКИ! Миш, а у тебя уже появились любимчики среди наших участников? Оль, ну, здесь в Африке у меня только одна любимица. Жить без нее не могу. Ой, Миш, спасибо. Ты знаешь, так приятно. Ну, вообще-то я про москитную сетку. Тут без нее никак. А без меня? Без тебя? Ну, если ты будешь москит на сетке. Ну, Миша! Ну, Оля. Оля, без тебя невозможно провести церемонию голосования. Ну, ты что? Тогда давай начинать. Давай. Ребята, идите к нам. Ребята, мы с Олей смотрим и видим просто идеальную команду. Идеальную команду для нашего шоу. Как вам здесь? Супер! Я в шоке! Я здесь! Мама, дети, я здесь, в Африке! Это топ-место просто. И люди такие хорошие. Мы настоящая команда. Я всех полюбила. И прям всех полюбила. Прям всех полюбила, но кто-то уйдет, я знаю. А ты готова уйти, Маш? Куда? Нет. Я буду здесь до последнего. Ты уверена? Да. В своих силах. В своих сто процентов. Маша очень наивный человек. Здесь люди, которые приехали за победой. А победит лучший и сильнейший. Иван. Да-да. А для чего ты здесь? Я хочу забрать 5 миллионов и поехать домой. У кого? У всех. Наконец-то честный ответ. Очень прямой и очень конкретный. Это большие деньги. Это бабки. Я не знаю, что... Но ты настроен на честную борьбу? Посмотрим, я так скажу. Но пока да. Это похоже на правду. Я четко понимаю, что если ничего не делать, ничего не придумывать, то долго здесь не пробудешь на проекте. А я хочу пробыть здесь долго. Сейчас вам предстоит голосовать друг против друга. Каждый из вас по очереди отдаст свой голос за того участника, которого хотел бы отправить домой. Два участника, набравшие наибольшее количество голосов, завтра пойдут на испытания на вылет. А проигравший навсегда покинет проект «Новые звезды в Африке». Но для начала немножечко про иммунитет. Сегодня голосовать можно будет за любого участника, кроме того, кто получит иммунитет. В сегодняшнем испытании на иммунитет вам нужно было упасть лицом в торт и убрать с него 173 грамма. Как думаете, кто из вас оказался ближе всего к нужному результату? Я думал, я... Ближе всех! С результатом в 187 граммов оказалось... О-хо-хо-хо-хо-хо! Оказалось! Круг сузился... Наталья Медведева. Да ладно! Мы поздравляем сегодня иммунитет у тебя. И это значит, ты точно завтра не пойдешь на испытания на вылет и точно не покинешь шоу «Новые звезды в Африке». Я очень обрадовалась. Это очередной раз ты сама себе показываешь, и еще не только себе, и всем, что ты не слабак. Если правила голосования вам понятны, то предлагаю начать. Наташ, ты сегодня вообще на расслабоне. Можно я тебя немножко потревожу и попрошу проголосовать первой? Хорошо. Тимофей, я надеюсь, что ты не будешь на меня обижаться. Ну, мальчик переживет. Мальчик переживет. За девочку сложнее будет голосовать. Выбрать человека мне несложно. Я выбирала из тех, кого меньше знаю. Тимофей идет голосовать. Прости. Прости. Я проголосовал против Виталия, потому что на мосту стояли трое, а кольца кидал один. И окажись, Виталий на моем месте, я уверен, что Виталий проголосовал бы за Виталия. Так-так-так. Так. Первый день очень тяжело, нужно голосовать, я знаю, что есть правила. И, к сожалению, несмотря на то, что это Африка, это игра, все равно пока роль дружбы имеет значение. Пришло время узнать именно тех, кто сегодня станет претендентом на вылет. И первый голос против... Следующий голос получил Виталий Гагунский. Один-один. Нет, Миш, один-два. Еще один голос против Виталия Гагунского. Ну, чего уж. Еще один голос за Виталия. Три голоса. Виталий, уже против тебя. Но все может измениться. А может и нет. Виталий Гагунский. Четвертый голос против себя. Итак, как минимум четыре человека хотят, чтобы ты покинул шоу. Ну, и челюсть упала. Кому-то очень не понравился Виталий, его хотели убрать. Еще один голос достается Тимофею Зайцеву. Четыре-два. Тимофей Зайцев. Еще один голос против тебя. Четыре-три. Еще один голос за Тимофея Зайцева. Сейчас счет четыре-четыре. Еще два голоса. Но вряд ли они что-то поменяют в этой ситуации. Но тем не менее, давайте узнаем, как проголосовали вы же сами сегодня. Два голоса против Тимофея Зайцева. Итого шесть голосов за то, чтобы ты завтра пошел на испытание, Тимофей. И четыре голоса за то, чтобы Виталий Гагунский пошел на испытание на вылет. Я удивлен итогами голосования. Четыре голоса. Да, ни один, ни два. Причем сегодня все действительно мило общались. Мне очень симпатичен Виталий Гагунский. Но иногда я его не понимаю. Мы придумали голосовать за Игоря в итоге, потому что Блёданс начала мутить воду. Игорь такой, я с вами. И мы такие, ну все, мы вместе. Я за этот день несколько раз меняла свое решение. И хочу просто объективно проголосовать за Виталия Гагунского. Сегодня голосую против Виталия, потому что он себя не проявил достойно на испытании. Он не смог забросить обруч. Тимофей, тебе обидно? Да нет, это абсолютно нормальная история. Мне кажется, не знаю, я не хочу искать здесь каких-то закономерностей. Кого-то обвинять. Почему против меня было шесть голосов? Разные у меня были мысли по этому поводу. И, наверное, кажущиеся мне самые логичные, я самый непонятный пассажир. То есть вообще непонятно, что от меня ожидать. Я просто голосую за него, потому что если я попаду в испытание, мне кажется, это соперник, с которым я смогу справиться. Сегодня, на мой взгляд, максимально полезны для общего дела были остальные участники. Тимофей просто человек, с которым я меньше всего знаком, меньше всего пересекался. И по итогам дня человек, который меньше всего проявил себя. Таковы правила. Прости. Я выбрал человека, которого особо не знаю. Я призываю к испытанию. Тима, прости, но... Мое решение, Тимофей. Я как-то не видел в нем огонька. Он как-то приехал уже заряженный, что ли, на проигрыш. Но мы проголосовали как команда, объективно. Да, проголосовали как команда, Виталий, Тимофей. И это очень похоже на договоренность. Мне интересно другое. Кто это все замутил? И кто из вас такой жесткий с самого начала? Жесткий, конкретный? Я не понимаю, как так получилось, потому что Евелина говорила, что все будут голосовать за Игоря. Я уверен, что там какая-то такая многоходовка, потому что ни один человек не проголосовал за Игоря в итоге. Для кого-то из вас, Виталий и Тимофей, эта ночь в прекрасном месте Африка будет последней в этом лагере. Но зато нам теперь понятно, что у вас есть четких два лагеря. Спокойной ночи, ребята. А вам не спокойно. Я была, конечно, немножко в шоке. Мне показалось, что есть кроме моей коалиции вторая коалиция. Но больше всего я удивлена, то, что люди, которые мне говорили в глаза, что они нас поддерживают, проголосовали совершенно иначе. Интересно. Вообще, я в шоке. Меня удивило голосование очень. Класс, класс. Это начинается борьба. Церемония показала 100%, что все участники врут. Все без исключения. Никто не подошел, никто ничего не сказал. Все там. Ну, все-таки. Мы такие все. Просто шесть человек. Шесть на четыре. Нет таких совпадений. Просто договорились и проголосовали в одного человека. Это было неожиданно. То есть они так замаскировались, что даже не утекала никакая информация. Ты соберись и победи. Все, и вернись. Пожалуйста. Не вернись. Денька моя. Не вернись. Да нормально. Ты в шоке, честно. Ты в шоке, да? Я честно удивлен. Я сильно удивлен. Я очень надеюсь, что он найдет в себе силы, чтобы склеить свое разбитое сердце, которое так явно ему разбили на церемонии, и победить в этом бою. Как так получилось? Как мне теперь верить тебе? Мне? Да. Нифига какой-то. Смотри, ты сказала за Игоря. А это не Игорь, это Тимофей. Это не я проголосовала за Тимофея. Не мы. Мы проголосовали за Виталия. Нет, так мы думаем, что... А пацаны... Нет, вы... То есть ты кого-то подошла? Денис Минска, он проголосует за Игоря. Подожди, вопрос. За Игоря. Ты же меня спросила. И ты должен был проголосовать за Игоря. За Игоря? Нет. Да. Я сказал, что я буду вообще... Я вообще вам говорил, за кого я буду голосовать? Гутя сказал, как ты... О, Симкаш не сварит. Для меня является мутной, темной лошадкой Торники. Он всегда улыбается, он веселый, он вроде душа компании, всем хочет помочь. Но он всегда, мне кажется, тебе ответит «да», но сделает по-своему. А почему ты за него проголосовала? Потому что... А ты... Может, поговори. А ты... Никто так не сделал, как вы хотели. Да, это мы правильно. Нас всех отсюда выперут, другие, потому что они будут делать свое. Если мы не сейчас, мы не начнем договариваться вместе. Если каждый будет за себя, вот, а как вы знаете? Но оно к этому все равно придет. Ну, слушай, ну, давай до тут доживем. Сначала нужно дожить, а то придут новенькие и сместят себя. Приведя доводы и факты, меня можно убедить и быстро склонить на свою сторону. Но, рассуждав, я принял свое решение. Ну, сегодня прям показательным было. Да, просто, я подохриняю. Не, ну, я на самом деле как-то был уверен, что там какой-то заговор и против меня в том числе. Да мы сначала хотели против тебя, мы вообще хотели спутать все голоса. Мало ли что она собиралась изначально голосовать против меня, ну и ладно. Может, я тоже собирался против нее голосовать. Но в итоге у нас произошло это объединение, и дай бог, чтобы оно работало. Я их позицию тоже понимаю, да, предположим. Потому что они просто считают, что Тимофей маленький, слабый, где-то он в каком-то соревновании может и не помочь ничем. Я допускаю такую мотивацию голосования с их стороны. Но дело в том, что этот человек в нашей команде. И тут как бы мы теряем один голос. Надо, чтобы завтра Тимофей просто каким-то чудом победил. Я хочу, чтобы вернулся Тимофей. Во-первых, он в моей коалиции. Во-вторых, скорее всего, Виталий уже догадывается, кто против него голосовал. И он для меня становится опасным игроком. Премьера. Обожаю. Ну, обожаю. Сериал, который берет за душу. Подним щучком, смотри. По дьявольски выгодному курсу. Они придумали идеальную схему. Я тебе исполнение желаний, ты мне душу. Что ты загадал? Предпоследняя инстанция 2. В понедельник в 9 вечера. Служил? Только дьяволу. Неплохой опыт. На ТНТ. КОНЕЦ Виталий, ты выспался? Я выспался. Ну, это самое главное. Здоров. Вот они, два рыцари. Да, да. Да все будет круто. Да просто иди за победой, да и все. Ну, что, там же все, что угодно. Оступился, подскользнулся, забыл, не сделал. А так, что идешь за победой? Я проснулся, и все было классно. А потом жути начали ребята нагонять. Мама дорогая, зачем я в это вообще вписался? Я, единственное, вчера был удивлен голосованием. Ты не гоняй, почему тебя слили. Ты гоняй то, что ты на победу идешь. Какая жопа разница. Все, ну, так получилось. Ну, так получилось. Я попробовала Виталия настроить на победу. И очень надеюсь, что он услышал мои слова. Я думаю, победит самый хитрый. Петя высыпала. Просто это здесь промыло их. Просто умница наша. Пока так. Утром все были голодными, все хотели есть. Из еды были бобы, сковородки не было. А кастрюля просто изначально стоила почти весь наш улов. В тех условиях, в которых мы находились, был один вариант. Взять бобы, их замочить в чайнике на ночь. Не знал, что так можно не варить и кушать. Надо сейчас тамить. Я думаю, нельзя, если честно. Можно. Это что-то же фасоль. Это как горох сырой ешь. Ты орешки же ешь. Да, чисто белок. Ну, а он же может быть сырой и потом, типа, живот болит. Скорее всего, не будет. Нет. Точно ничего не будет. Ты пробовала, да, когда-нибудь? Да. Ребята, от бобов очень болит желудок. Я бобы, в принципе, это тяжелая еда для желудка. Очень. А еще полусырые. На самом деле, это не в фасоли проблема. Это проблема во мне, потому что я не сконтролировала количество. Я знаю, что у меня бобовые тяжело усваиваются. Я могла съесть две фасолинки, да, три фасолинки, четыре. А я съела горсть фасоли. То есть это, в принципе, даже в обычных условиях для меня будет тяжело. Я об этом не подумала. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Спасибо. В Африке, чтобы выжить, нужно запомнить всех животных. Тех, кого можно есть и тех, кто может съесть вас. Перед вами изображение обитателей Африки. Запомните их последовательность и повторите ее на пляже. Справитесь за пять минут, получите ценный приз. Опа, я голодный и понимаю, что мне без разницы, кто будет вожаком. Нам сейчас нужно побеждать. Ребят, самое главное, построились и запоминайте тот, кто слева. Запоминай себя. Ты кто? Жираф. Я лев. Тебе больше идет, но я. Мы выбрали тактику, что мы выстраиваемся перед этими дощечками. Запоминает каждую одну дощечку свою. Но 10 взрослых людей очень трудно организовать, запоминать дощечки животных. Станьте, запомните, кто слева и справа. Это слева, только слева. Я запомню, это кто? Зебра? Почему зебра? Правила были очень простыми, но разве мы можем быстро договориться? Мы стали тратить столько времени, чтобы разрешить такую элементарную задачу. Беги, закономим. Там, там, куда? Нам надо там пять минут. А играть надо? Нет, там они лежат, побежали. Нет, 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 нет. Да мы даже не можем решить, где бежать, ребят. Бежали. Короче, началась такая суета, я подумал, блин, ну все. Мы приехали. Мы не справимся с этим заданием. Ищите свое! Тут вообще другие животные. Свиньи не было, по-моему, обезьяны не было. Откидывай пока. Свою берите, свою берите просто и все. Сложность этого испытания была в том, что там были дополнительные кубики с другими вообще животными. То есть нам не только надо было в порядке, а нужно было отсесть еще ненужных каких-то. Быстро, кого еще нету? Звии не было. Тихо, давайте каждый по очереди подойдет, ребят. Быстро, кого еще нету? Все, мы готовы. Надеюсь, что озвучат. Вы победили, вам дают миллион монет и нескончаемые бургеры, пиццы, картошка, хачапури, хинкали. Держите бабки. А теперь шоппинг, шоппинг. 5, 6, 7, 8, 9. Мало вообще. 8, 9, 10, 15, 20, 30. И у нас там осталось 25, у нас 55 монет. Как только мы поняли, что эти монеты у нас в руках, мы понимаем, что мы хотим есть. Мы очень голодные. Курица-гриль, 20. Прикиньте, как курица-гриль. Давайте возьмем курочку, пожалуйста. У нас хватит на килограмм маиса и на две курицы-гриль. Да этот маис, вон бобы никто не ест. Вчера все согласились. Если кто-то не согласился, мог не соглашаться. Мы согласились, но мы же можем проанализировать. Я вот хочу курицу, мне вкусно, а бобы мне невкусно. Ну все за курицу же, да? Да, да. Все, давай. Тогда берем две курицы и немножко денег оставляем. Остается 10. Пусть остается. А на 10 что там купишь, чипсы или все? Нет, мы можем купить коробку с сюрпризом. А, бери, заработай. А зачем? А мы тогда никогда не купим сюрприз, ребят. У нас уже сюрприз, это курицы, нафига. У нас всегда споры у киоска. Вот такого никогда нет, что все единогласно что-то решили. Я не хотела коробку с сюрпризом. Я считаю, что нужно хранить деньги, чтобы деньги были. Руки, руки, придет кто за сюрприз? Сколько? Считайте. Раз, два. Ну ладно, давайте. Шесть. Все, сюрприз давай. Больше. Мы выбираем две курицы гриль и одну коробку с сюрпризом. Курочка, гриль. Я уже начинаю представлять, что она будет с жареной корочкой. Я уже себе забила в голове ножку. И как я эту ножку буду обгладывать, как я буду кушать. Вау, какие красивые курочки. Ребят, это топ. А сюрприз? Чай. Чай. А вы говорите. Чай. Это классный сюрприз. Я обрадовался примерно, как я расстроился из яиц. В этот раз мы на монеты купили то, что нужно. Если можно ножку получить. Не, я бросил ножку сразу. Мне можно бедро, мне можно... Сразу разодрать, а потом ее можно разделить. Ну вот, я думаю, что кому-то вот ножку. Братцы, ну простите. Ну как вкусно. У меня текли с Леней. Я ее обсасывала. Я кайфовала от каждой капельки сока. От каждого миска, который попадает мне в рот. Я даже стала обгладывать косточки. Мне кажется, я даже могла кость съесть. Рейнджер идет, ребят. Хватай с собой кусок. Я же быстрее. Я. У меня сдача. Блин. Самое страшное, самое сложное, это не голод, а это неизвестность. Впереди нас с Виталием ждало испытание. Я просто представлял, что должно произойти что-то ужасное, невероятное, невообразимое. На этом проекте нельзя предугадать ничего. Ты выиграешь? Ну-ка, обещай с тобой стараться. Буду стараться. Старайся, пожалуйста. Ты нам нужен, правда. Хорошо. Давай, Надежда, ухудя. Я почувствовал, что Тимофей явно волновался, он переживал. В отличие от Виталика, я, конечно же, переживаю, что вернется Виталик, а не Тимофей. Для моей команды это, конечно, минус. Минус один человек, минус один голос. А как думаете, кто вернется? Я думаю, Виталик. Я болею за Гагунского. Не знаю, какой он соперник, но друг надежный. Но я хочу пройти с ним очень далеко. Нас ждет первое испытание на вылет. Сегодня кто-то улетит с самого жаркого континента, так и не успев загореть. Да, кто-то проведет больше времени в самолете, чем в самой Африке. Кто-то услышит, ой, дорогой, а ты чего так рано приехал? А кто это будет, узнаем уже совсем скоро. Мы начинаем испытания на вылет. Доброе утро. Ну как доброе? Как настроение? Классное. Доброе утро. Пока. Как настрой в целом? Мысли вас не тревожили о том, почему же против нас столько людей проголосовало? Что мы сделали не так? Да, каково это находиться в лагере с людьми, которые все проголосовали до единого против вас? И вы сами против друг друга проголосовали. Ты заметь, мы не ошиблись. Мы поступили как все, мы команда. Рано или поздно они окажутся на нашем месте же все. Тебя успокаивает этот факт. Ну лучше побыстрее, у меня ожидания томят. У меня очень хорошее воображение, я обычно начинаю представлять себе всякое вообще. Поэтому не хотелось ковыряться, разбираться, хотелось быстрее уже выяснить, кто останется. У меня последний личный вопрос перед испытанием. Тимофей, что у тебя за татуировка на шее? Это муравей. Так, а что это значит? Это значит муравей, по-моему, понятно. Значит, у меня есть небольшое преимущество. Мы желаем, чтобы твое тотемное животное тебе сегодня помогло. Спасибо. Виталь, ты настроен на победу? Ты готов бороться? Пусть победит тот, кто больше хочет остаться на проекте. Тогда начнем испытания. Рейнджеры, подвешивайте их. Я не буду врать. Легкий мандраж присутствовал. Но я постараюсь сделать все возможное, чтобы вернуться к своей команде. Тимофей и Виталий сегодня почувствуют себя африканскими золушками. Только вместо зерен и плевел им нужно будет отделять тараканов от гусениц. Кто лучше справится с задачей за три минуты, победит и продолжит борьбу за пять миллионов рублей. Но так как сказка африканская, есть нюанс. Участники будут подвешены за ноги. А заниматься разделением им придется исключительно ртом. На старт, внимание, начали. Когда команда старт прозвучала, я прям включаюсь как по щелчку. Есть просто тараканы, личинки. Я и мне во что бы то ни стало, надо вот рассортировать их по корзинкам. Ребята рьяно ринулись в бой сразу же. А он тараканов собирает, да, Тимофей? Мне пока сложно понять. Мне кажется, он просто ест стружку. Было непросто. Личинки, во-первых, начали закапываться. А их брать в рот сложнее, потому что они скользкие и ровные. А там же еще помимо тараканов и личинок были черви, которые тоже не собирались мне помогать вообще. Ребят, если представить, что гусеницы – это будущие бабочки, то станет немного легче. Мне кажется, нихрена им сейчас не легче. Гусенички белые. Их было вообще очень легко доставать. Они не шевелятся. То есть я, в принципе, наслаждался. Ну, вот можно представить, что гусеницы – это вермишельки. Может, тогда полегче станет. Миша, а тараканы? А тараканы – тараканы. Тут ничего другого не представишь. Тараканы – собаки. Кровь, конечно, не попили, потому что они плоские. И они как будто обладают интеллектом. Они просто разбежались все по углам, по стенкам, прижались. Коробка квадратная. А голова круглая при этом. И надо было своей круглой головой из углов доставать тараканов. Они со мной разговаривают. А не надо с ними разговаривать. Их надо собирать. Они в твоей голове просто. Здесь вопрос даже небрезгливости или противности. Действительно было непросто поймать мадагаскарских тараканов. Они достаточно строптивы и шевелятся и вырываются. Зачем ты дуешь на таракана? Его просто нужно взять ртом и вытащить. Они прячутся. Я напоминаю, что три минуты мы вам даем. Не бойся, старичок. Мадагаскарских тараканов прихватить, чтобы наверняка, нужно даже немножко зубами. Пару раз у меня были прихваты в холостую. Они прям вырывались. Мимо. Мимо. Один упал. Ну, дружок, иди сюда. Так. В какой-то момент я так включился, что я просто понял, что я вот разобью себе лоб. Но я всех этих собак достану. Всех переловлю, чего бы мне это не стоило. Итак, обратный отсчет. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Стоп. Испытание окончено. Я точно знал, что я себя победил максимально. Я сделал все, что мог. Но я не знал, победил ли я Виталика. Только что состоялось наше первое испытание на вылет. И ваши результаты. У Виталия пять гусениц и один таракан. А у Тимофея девять гусениц и десять тараканов. Е-е-е! У-у-у! Вселенная, спасибо тебе! Ты собрал почти всех насекомых. Я поздравляю тебя. Ты продолжаешь участие в нашем проекте. Возвращайся в лагерь и расскажи всем, что ты победил, несмотря на то, что шесть человек не очень тебя желали видеть на нашем шоу. Вот это была в натуре победа. Вот прям победа. Конечно, желание было такое сказать. Вот, не ожидали? Смотрите. Виталий, чего тебе не хватило для победы? Что тебе помешало? Ну, я стараюсь получить удовольствие. И мы старались найти общий язык с тараканами, чтобы ему тоже было не страшно. Тебе что, надо было чашечку кофе рядом поставить, чтобы ты получал удовольствие еще? В любом случае, Виталий, я очень надеюсь, что ты привезешь из Африки только хорошее впечатление. Наши аплодисменты тебе. Хорошего пути. Спасибо. Спасибо за участие. Спасибо. Расстроился, потому что я проиграл. Все хотят победить. Африка непредсказуемо. Вот любим мы тут в Африке все усложняет. Тараканы отдельно, гусеницы отдельно. Но ведь есть уже примеры успеха, лучшие мировые практики. Вот Рутюб, наоборот, все объединяет. Всего один аккаунт сразу для всех устройств. Хочешь, смотри любимый контент планшета. Не хочешь планшета, смотри с телевизора или компьютера. Смотрите Рутюб, как вам удобно его смотреть. Вы готовы? Вы готовы? Музыкальный суд. Поет? Не поет. Мне кажется, они оба не поют. В котором Азамат Мусагалиев. Проигравшая команда несет меня домой. И звездные присяжные. Что, ругаться будем? Один раз просто отнял. Да руками следить. Выносят приговор фальшивым нотам. Где еще не быть? Умоляю его! В новом сезоне шоу «Музыкальная интуиция». 25 марта в 9 вечера. Я помню, ты целовал ноги поющим. Я сегодня продолжу эту традицию. На ТНТ. Камень, камень, камень! Идет. Что случилось? Да? Ой, идет, идет, идет. Виталий! Виталий! Тимофей! Тим, как бы я не хотела другого, но идет Тим. Ну не грусти, ну блин. Мне было очень больно и обидно. Несмотря на то, что я очень хотела и мотивировала Виталия, вернулся Тимофей. Тимофей вернулся! Тя-я-я-я! Тя-я-я! Машка! Да, да, вернулся! Мы только что! Не показывайте, ребят, пожалуйста. И внутри, и снаружи. У меня... Я был вообще один большой ест. Как бы ты ни настраивался, что он сможет, он там... У него получится. Все равно нет уверенности стопроцентной. И тут Тимофей возвращается. Это первая победа, маленькая победка наша с Тимофеем. Идет. Как так вот, что он вылетит в первый просто день? Я это вообще не ожидал. У меня прям вообще... Я очень расстроился. Я так хотел, чтобы он был с нами. Я, кстати, знаю, кто проголосовал не против меня. Я не понимаю. Не против тебя, не против тебя. А, ну, значит, вот... Мы все стоим, только там проголосовали за Тима. А, кстати! Тайное быстро становится явным. И я тут же поймался на мысли, что Маша же вчера мне подошла и сказала, послушай, мы вместе с тобой, да? И тут же проголосовала против меня. Машунь, ну ты меня удивила. Респект тебе. Ну, в смысле, браво. Что, Ивана, что это? Я приехал играть и побеждать. Это игра на выживание. Здесь нет дружбы. Каждый из нас может покинуть проект. Что обижаться? А, я говорю, вообще, анекдот, конечно. Ну, женщины, это... Это класс. Это уровень. Ну, как бы определенный, как бы, уровень. Для меня этот проект запомнится не тараканами, не жуками. Очередной раз он мне показал, не верь женщинам, ну, хотя бы тем, у кого сделанные губы и грудь. Ну, что, давайте, все, еще раз обнимемся. Давайте обнимашки. Давай, как говорится, не люблю долгие проводы. Все, очень приятно повидаться. Круто, все хорошо. Мастер. Что, мой дорогой? Да. Давай. Привет большой земле. Все, давай. Все, давай. Я ухожу с проекта с чистой совестью. Тем, кто остается, я хочу посоветовать быть снисходительными. Ну, и я хочу передать привет Маше. Маша, тебе привет. Каждый должен получить свое в этой жизни. Тем более, что девочки дали повод. Пустили кровь. Дальше начинается самое интересное. Четыре голоса. Четыре голоса у нас. Четыре голоса. Молодец. Так, ну все, ребят, этот раунд пока мы выиграем. Спасибо за поддержку. Ты красавчик, конечно, братан. Просто красавчик. Возвращение Тимофея подорвало уверенность вообще во всех. Ну, кроме меня, Алины и Маши. Психологический удар был нанесен. Мы еще в меньшинстве, но приходят там новые участники. Мы можем попробовать еще с ним как-то взаимодействовать. Одного надо еще завлечь. Все будет чики-пуки. Да. Давайте не вскрываться. А просто я его завербую. Давай. После того, как Виталик ушел, все было ясно. Ощущение, что я, Денис, Эвелина и Наташа тоже объединимся и будем вместе. И у меня мнение, что Ваня Пышненко будет думать, а куда мне пойти? Я хотел сейчас сказать, что я хотел бы быть с вами. Мы же все поняли, кто за кого проголосовал. Это прекрасная новость. Нет, но я хотел бы, чтобы это было, знаешь, как, чтобы, ну, как-то все равно мы все должны казаться, что мы, ну, все уже знают, что у вас коалиция 4. Все знают. Я хочу, чтобы это было вот пока такое. Нет, чтобы тебя типа сами как бы... Вот пока вот так. Я вообще никому ничего не говорю про нас, чтобы разговаривать. Даже там Тимофею, ребятам, вообще пока ничего молчу. Окей? Ты пока просто между нами. Давай. Я понял, что, ну, я поеду домой. Если сейчас я что-то не придумаю, я просто поеду домой, потому что против меня проголосует одна и вторая коалиция, если есть вторая. Но я не очень верю Игорю, Маше, Алине и Тимофею. Они прекрасные люди, но кто им мешает проголосовать все вместе против меня? Я здесь паранойка превращусь, наверное. Я смотри, я запутался, потому что я не понимаю. Мне кажется, есть просто две уже коалиции, а мы с тобой все еще как этот в проруби туда-сюда. Если мы остаемся вот так, как есть, то могут проголосовать за нас. Давай у нас с тобой будет коалиция. Вдвоем? Нет, нет, ты будешь с ними, а я впихнусь туда. И главное, чтобы не голосовали за нас. Понял? Ты там, там, я буду с Эвелиной отводить, отводить от тебя. Давай, давай, я так же буду. А ты там отводи от меня. Да, если какая-то информация, будем просто... Да, надо как-то говорить друг другу. Все, да, договорились. Договорились. Ваня, видно, был очень потерянный. И он, а что, а мы с тобой, мы что, ни с кем, что ли, никуда? Я не... Вот я сейчас прямо вступить в какую-то вот прямо... Мы все, братаемся там до конца дней. Да нет, мы все будем друг против друга по итогу. Вилли, я с тобой очень хотела поговорить. Давай. Мне сказали о том, что ты сказала, что я настраиваю всех против Игоря. Я не буду говорить, что я сказала. Мне это передали. Смотри, на самом деле, так психанула на тебя. Почему ты ко мне не подошла, не сказала мне то, что ты-то, тот-то, тот-то, почему мне кто-то подходит и это говорит? Знаешь, меня это просто эмоционально накрыло. Я тоже накрыла, но я потом взяла себя в руки, потому что я тоже, я такая, думала, что там орала, что... Все, я против Маши, а потом, ну, как бы я подумала, я пошла к реке, я... Я так же, я говорю, все, тогда я говорю, если сейчас дают иммунитет, я говорю, просто против тебя. Потом такая, нет, подожди, я думаю, я даже до вечера, я с тобой сядю за столиком, я с тобой поговорю, я этот момент обсужу, потому что я понимаю, что здесь это тоже кто-то играет. Просто я хочу поиграть. Слушай, я не буду против тебя голосовать. Я сказал тоже, я не буду. Я никого не буду адекватировать. Я думаю, нам просто надо сейчас договориться с тобой, то, что мы сейчас озвучили. Мы не голосуем с тобой друг против друга. Мы не голосуем. Я успокоилась. Я подумала о том, что я не буду голосовать против Маши, она сильный игрок. Я надеюсь на честную игру. Смотри, какой у тебя дружок. Я не поняла, почему ты лезешь. А что, один, что ли? Вы что, издеваетесь? Их много здесь? Нет. Почему они, можно спросить, сюда лезут? Я решила спать пораньше, всем об этом сказала 10 раз. Но не тут-то было. Народ прям начал гулять. Вот мы с Денисом спим, а народ прям гуляет. Что такое? Это мы громко, прости, пожалуйста. Ты не спала сейчас? Тебе сейчас плохо? Нет, я все буду хорошо. Отойти нам? Нет, нет, все в порядке. Все уже. Мы не орали, мы не прыгали. У нас не было музыки танцевать или еще что-то. Эвелина просыпается, вся мокрая, она трясется, она кричит. Я ничего не поняла. Эвелина, это мы помешали спать? Нет, нет, вообще нет. У нас нет совсем молодых дурачков вроде. Взрослые люди, звезды. Ну, им абсолютно как бы наплевать на 20% коллектива. Потому что 20% это немало. Это Эвелина Блёданс и Денис Лебедев. Что это было сейчас? Когда подошел, я сначала думал, она, мы из-за нас, что мы кричим. В условиях голода нервные клетки, мне кажется, вдвойне под ударом. Мы все на грани. Очень сложно. Я не знаю, как там будет дальше. Где мое мясо? А где мое мясо? А где мое мясо, Эвелина? А что ты нам не дала? А что ты нам не дала? Я вот прям был готов. Бумагу есть, мне кажется, уже. Раз, два, три. Девочки, едим! Складывается такое мнение, что они вот-вот начнут друг по другу голосовать. Посмотрим, кто кого разнесет. Эвелина, ты бы изменила свое поведение на проекте. Ты будешь изменяться перед всей страной. Я не понимаю, чем я заслужила такое отношение, правда. Как можно быть такой тварью, да? Мы просто смотрим и наблюдаем за этим, и думаем, боже, что же будет дальше. Ваши испытания на вылет потребуют от вас предельной концентрации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok